Во Вкусвилле доставка 0 рублей, но ценно. Вот это. Доставка 0 рублей, но ценно. Вот это. Вкусвилл. Бесплатная доставка от любой суммы. И спитка на первый заказ. Никто никогда не вернется в 2007 год. Машины времени не существует. Извините, что целенаправленно разрушил ваши мечты. Зато никто не отбирает у нас возможность предаваться воспоминаниям об этом прекрасном времени. Ведь если задуматься на пару минут, то 2007-й был одним из лучших в плане релизнувшихся проектов. Давайте вместе их сейчас перечислим. Первая Bioshock, Call of Duty 4 Modern Warfare, Первая Portal, Halo 3, Team Fortress 2, Mass Effect, Crisis, Half-Life 2, Episode 2, оригинальная Uncharted. Эпохальные игры выходили каждый месяц. Иногда вообще по 2-3 проекта за раз. И вот посреди всего этого великолепия нашлось местечко для небольшого нового IP от Ubisoft под названием Assassin's Creed. Выделиться на фоне такого огромного количества шедевров почти невозможно. Получится только у действительно прорывной, свежей и ни на что не похожей игры. К счастью, первая Assassin's Creed оказалась именно такой. Давненько уже не было этой рубрики на канале. Надеюсь, вы рады ее возвращению, дорогие зрители. Ведь прямо сейчас вы узнаете, как приключения Альтаира ибн Лаахада опередили свое время и на долгие годы определили вектор развития для всех игр с открытым миром. Улегшись в анимус, текст написал Павел Зуев. Озвучил изолированный в застенках Абстерго Антон Киреев. А смонтировал, пользуясь передовыми технологиями братства, Алексей Зайцев. С вами iGEM. Мы начинаем. Конец 2003 года. Ubisoft только-только закончила и релизнула один из своих бессмертных шедевров «Принц Персии. Пески... Блять... Пески времени». Игра меньше, чем за пару месяцев продалась тиражом в несколько миллионов копий и получила восторженные отзывы вообще от всех. Ее директором и ответственным за всю разработку был еще мало кому известный француз Патрис Дезеле. Естественно, после такого огромного успеха мужик стал на расхват, и руководство Ubisoft сразу дало ему следующую задачу — разработать очередную игру в серии «Принц Персии». Только теперь для поколения консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Новые консоли позволяли расширить возможности того же паркура, за который миллион игроков полюбили приключения Принца. Поэтому сразу решили, что следующая игра франшизы будет с большим открытым миром. Однако одних геймплейных изменений Патрису было мало. Дезеле хотел, чтобы новая игра стала во всех смыслах шагом вперед по сравнению с предыдущей. В том числе это касалось сюжета. Он засел изучать университетские учебники истории и наткнулся в одном из них на информацию об Ассасина. Этот древний орден так увлек разработчика, что он решил сделать главным героем готовящейся игры именно Ассасина, который по ходу истории будет должен возглавить свой орден. Вскоре определились и с кодовым названием готовящегося проекта – «Принц оф Перша Ассасин». Настало время полноценной разработки. Перед собранной Патрисом командой из 20 человек стояла монументальная задача не только сделать игру, но и с нуля разработать новый движок, чей инструментарий и технические возможности бы использовали консоли нового поколения по максимуму. Причем в нем еще нужно было прописать удобный инструментарий для работы с паркуром. Впрочем, геймплей еще ладно, о нем мы успеем поговорить подробнее. Гораздо важнее узнать, как у разработчиков обстояли дела с написанием сценария. По задумке Дезеля, игра должна была повествовать о противостоянии орденов Ассасинов и Темплиеров. Мол, древние могущественные организации борются за право обладать мощным артефактом – яблоком Эдема. История должна была одновременно рассказывать и про давние похождения главного героя Альтаира, и захватывать современность. То есть стояла тяжелая задача придумать, как соединить воедино два кардинально разных временных отрезка. Выход из ситуации нашелся элегантный анимус. Как-то раз Дезель увидел по телевизору передачу о человеческой ДНК, и ему пришла в голову идея построить все эти перемещения во времени вокруг идеи, что внутри ДНК хранятся воспоминания всех наших предков. Начиная отцом или матерью, а заканчивая пра-пра-пра и еще пару десятков пра-дедом, жившим еще во времена правления Османской империи. Так вот этот анимус позволял считывать хранящиеся в генетическом датабанке воспоминания и воспроизвести их в почти каком угодно порядке. Начальству из Ubisoft идея, прямо скажем, не понравилась. Менеджерам казалось, что игроки будут разочарованы тем, что действие игры происходит не совсем в Средневековье. Однако рубить этот концепт не стали, просто старались о нем не рассказывать на всяких рекламных презентациях. Фундаментальная основа геймплея у разработчиков получилось заложить всего за год. Новый проект во вселенной «Принца Персии» оказался игрой в открытом мире с упором на исследование больших локаций. Во главе боевой системы стоял стелс, ведь Орден Ассасинов славился своими секретными операциями, по крайней мере в тех учебниках, с которыми ознакомливался Дезеле. Вот только внутри студии назревала серьезная проблема. Чем ближе игра подбиралась к релизу, тем меньше менеджмент хотел видеть на главных ролях какого-то левого персонажа. Дескать, раз у нас игра в линейке «Принц Персии», то и главным героем должен быть никто иной, как «Принц Персии». Иначе смысла выпускать проект нет. Разработчики во главе с Дезеле были против. По их мнению, хороший масштабный спин-офф – это то, в чем нуждалась франшиза. Ведь глобально новой игре ничего не мешает быть в той же линейке. Но раз вы, товарищи-менеджеры, не согласны, то давайте превратим «Принц оф Перша Ассэсин» в новое IP, никак не связанное с «Принцом». Мы вам гарантируем, проект будет такой бомбой, что рано или поздно мы доберемся из Святой Земли в Грецию. Назовем эту часть «Одиси», а купить ее по лучшей цене можно будет в фирменном магазине IGMGG. Причем у нас в наличии есть не только первая, за долгое время хорошая «Ассэсинскрит», но и другие крутые игры от Юбисофт. Например, «Фар Край 5». Еще ни в одной игре не было так приятно сражаться с обезумевшими религиозными фанатиками. Ну а если вы устали от всяких серьезных сюжетов, поисков «Яблока Эдема» или противостояния очередному возомнившему себя богом Шизу, то смело расслабляйтесь в Watch Dogs 2. Игра дарит море кайфа, чила и простого веселья. Совсем устали от игр Юбисофт? Понимаем. Тогда крайне рекомендуем попробовать серию Resident Evil, одни из лучших хорроров за последнее время. Это все не то, и вы ищете чего-то, чтобы чисто с друзьями вечерком погонять. Смело врывайтесь в Destiny 2. Если же вы не можете решить, во что хотите сыграть, то загляните в авторскую подборку «Выбор iGEM». Там регулярно обновляется список проектов, которые наши авторы искренне рекомендуют вам попробовать. С нами можно забыть о мутных перекупах. Приобретаете ключик, активируете его в Стиме. Все, можно играть. Мы принимаем оплату с любой карточки, даже иностранной, а также через СБП, и все это без копейки комиссии. Если вдруг у вас какие вопросы, пишите в поддержку, она всегда готова оперативно помочь вам. Переходите по ссылке в описании и закупайтесь крутыми играми в iGEMGG. Ну а мы продолжаем. Проразмыслив над предложением Патриса, маркетинговый отдел Ubisoft предложил ему назвать игру Assassin's Creed. Идея оказалась как нельзя кстати. Все связующие с принцем элементы быстро вырезали, и проект задышал полной грудью. Стоило только отказаться от любой привязки к уже существующей франшизе, как всем сразу стало понятно, что именно этого не хватало проекту. Стать самостоятельным. На E3 2006 года миру показали дебютный трейлер Assassin's Creed. Дальше развернулась масштабная рекламная кампания, но нам с вами эти детали уже не так интересны. Важно лишь то, что 13 ноября 2007 года первая часть приключений таинственного ордена ассасинов вышла на третьей плойке и 360-м ящике. Это был по-настоящему эпохальный релиз. Не сказать, что разработчики плавали в десятках и девятках, но пресса оказалась, если не восторженной, то как минимум крайне положительной. Зато простые игроки оказались в настоящем ахуе. Другого слова тут никак не подобрать. К ним в руки попал реально уникальный проект, оставляющий далеко позади не только прямых конкурентов, но и главную на тот момент франшизу Ubisoft в лице Принца Персии. Ладно, достаточно истории создания, пора рассказать о том, как и почему первая Assassin's Creed опередила свое время. Итак, первые же ассоциации, возникающие в голове каждого геймера при упоминании Ubisoft и Assassin's Creed, это вышки, миллиард сундуков на миникарте и так далее. Сейчас, в 2024 году, использовать те же вышки, чтобы открывать куски карты, считается дурным тоном. Однако в 2007 это воспринималось совершенно иначе. Приключения Альтаира происходят в открытом мире. В каждой главе игрока выпускают в большой город, где нужно выполнить несколько заказных убийств, а по пути исследовать как можно больше скрытых закутков, поисках тайников или коллекционных предметов. Всего за прохождение главный герой посещает три города – Иерусалим, Акру и Дамаск. Наша работа, как наемного убийцы, изучить место, в котором придется работать, узнать, как лучше всего подобраться к цели, выполнить заказ и смыться по добру-поздорову. Для своего времени города получились реально большими, и готовой карты под рукой у Альтаира не наблюдается, поэтому узнавать ее придется своими силами, карабкаясь на десятки вышек. В каждом городе есть особенно высокие здания, на которые необходимо взобраться и, так сказать, окинуть в простирающуюся локацию орлиным взором. После того, как осмотр закончен, нам открывается кусок глобальной карты города, что делает передвижение по нему в разы проще и приятнее. Вот, казалось бы, вышки и вышки, да, чё тут такого прям революционного? А вот как раз то, что игрока никто не держал за ручку, ему приходилось реально изучать открытый мир. Найти вышку проблем не составит, но до нее еще нужно дойти и вскарабкаться. Это прям отдельный, никак не обозначаемый квест, занимающий десяток минут реального времени. Что? Душно и не хотите открывать вышки? Имеете полное право, но тогда не удивляйтесь, что рано или поздно заблудитесь и потеряете шанс сориентироваться на местности. Однако игроки даже не успевали поймать себя на мысли о том, что открывать раз за разом вышки – это скучно. Все благодаря прорывной системе передвижения. Как сейчас помню, что когда я учился в школе, все пацаны вокруг только и говорили о том, какой в Assassin's Creed офигительный паркур. И это была чистая правда для своего времени. Альтаир – не простой убийца, а хорошо натренированный киллер, привыкший полагаться исключительно на возможности своего тела. Средневековые города еще и выстроены были таким образом, что большую их часть занимали одно-двухэтажное здание с узкими улочками. Очевидно, что лучше и быстрее в таких условиях получается передвигаться, прыгая по крышам и карабкаясь по стенам. Буквально на каждое здание в Assassin's Creed можно было вскарабкаться. Разработчики задизайнили все строения, снабдив их небольшими уступами, откосами и прочим исключительно для того, чтобы по нажатию нескольких кнопок игроки включали режим паркура. То, что ты мог забраться куда угодно, в 2007 году взрывало мозг. Ни в одной игре сопоставимого масштаба не было такой богатой системы передвижения. Ходить от одной цели к другой по улицам неинтересно, да и зачем себя заведомо душить, когда можно вскарабкаться на крыше и прыгать по ним. Причем, несмотря на все это, разрабы не поленились и добавили возможность передвигаться верхом на лошади, когда требовалось отправиться за пределы города. Поездки на верном скакуне отлично разнообразили геймплей и получились на удивление приятными. Именно система передвижения стала краеугольным камнем в успехе первой Assassin's Creed. Вокруг нее строилось каждое задание. Будь то слежка за нужным неписям, доставка важных сведений на время или просто побег от преследовавшей стражи. Кстати, о страже. Боевая система в игре тоже по-хорошему удивляла. Разработчики продвигали Assassin's Creed именно как стелс-проект. То есть, в идеале, большинство миссий игроки должны выполнять никем не замеченными, и для этого придумали крутую систему социального стелса. Одеяние Альтаира отдаленно похоже на монашечье, если не брать во внимание протупеи с клинками. Так вот, используя свой наряд, главный герой мог затесаться в группу проходящих мимо священнослужителей и слиться с ними. Да так что, никто вокруг его теперь не замечал. На этом возможности социального стелса не ограничивались. Можно присесть на скамейку в людном месте и незаметно подслушать разговор, прибиться к группке стоящих людей и притвориться, что ты принимаешь активное участие в диалоге. Возможности тьма, и каждая уникальна. Причем способов незаметного устранения противников тоже достаточно. Тут те и отравленные ножи, и обычные метательные, но нас прежде всего интересует главный символ всей франшизы – скрытый клинок. Нормально драться им невозможно, но в этом и кроется вся прелесть. Скрытый клинок существует исключительно для незаметных убийств. Аль-Таир орудует им с таким мастерством, что тех же стражников убивает одним элегантным движением, как бы походя. Конечно, в арсенале есть и меч с длинным стилетом, но это уже для тех моментов, когда открытой конфронтации избежать невозможно. Стоит отдать должное разработчикам, несмотря на то, что Assassin's Creed – это прежде всего стелс-экшен, они сделали нескрытую боевую систему очень красочной и захватывающей. Как это работает? Аль-Таир окружает отряд противника и стартует напряженная игра в кошки-мышки. Нужно вовремя нажимать кнопку парирования и определять окна ударов, чтобы прибить врага красивым добиванием. В отрыве друг от друга все эти геймплейные механики, за исключением паркура, не выглядят особенными. С тем же социальным стелсом нас познакомила серия Hitman. Про крутые бои была та же Принц Персии, а про открытые миры вам с удовольствием расскажут фанаты древних свитков. Однако чего нет во всех вышеперечисленных проектах? Правильно, такой грамотной связи между всеми вышеописанными геймплейными элементами. Акробатика в первой Assassin's Creed служит важнейшим связующим звеном между остальными игровыми системами. Без нее исследовать мир было бы не так интересно, а вышки из настоящего культурного явления превратились бы... ну... не знаю... в башни, забраться на которой можно за пару секунд на лифте. Подумайте сами. Не будь паркура, то добивания в пылу битвы смотрелись бы в разы скучнее, а про скрытый клинок и стелс я вообще молчу. Одна возможность спрыгнуть с крыши дома и во время приземления прикончить цель стала неофициальной фишкой серии. В итоге в глаза даже не бросалась общая бедность визуального дизайна городских кварталов. Всякие важные для сюжета локации проработаны феноменально. Тут вопросов никаких нет. Однако обычные городские улицы и дома мало чем отличаются от города к городу, но ты не успеваешь это заметить, потому что сломя голову, мчишься по крышам домов, постоянно карабкаясь по стенам и цепляясь за самые непримечательные выступы. Осмелюсь сказать, что до Assassin's Creed ни в одной игре с открытым миром не было такого тесного взаимодействия между всеми геймплейными механиками. Ё-моё, ребята, даже эти сраные вышки нравились большинству игроков, и ты реально хотел забраться на каждую. Ведь у всех слегка отличался путь к вершине, даже если на первый взгляд это были одинаковые башни. В общем, про геймплей оригинала можно разглагольствовать ещё долго. Правда, я рискую скатиться в многочасовые рассуждения о том, откуда вообще в играх появился паркур и почему он так важен. Ну, а так как хронометраж не резиновый, предлагаю перейти к следующему элементу, с которым Assassin's Creed опередило время. Что ж, расчехляем сеттинг и сюжет. История в Assassin's Creed рассказывается сразу в двух временных отрезках. С одной стороны, у нас кровавые задания Альтаира и поиск яблока Эдема в 1191 году от Рождества Христова. А с другой, 2012-й и простой бармен Дезмонд Майлз, похищенный фармацевтической компанией Абстерго, копающийся в воспоминаниях своего предка. И снова у Юбисофт получилось объединить, казалось бы, кардинально разные вещи. Личная драма Альтаира времён Третьего Крестового похода идеально дополняет события современности и наоборот. Дезмонд является дальним потомком Ассасина, а доступ к его воспоминаниям получает через Анимус, установленный в штаб-квартире Абстерго. Между большими геймплейными сегментами за Альтаира нам дают возможность недолго брать под управление Дезмонда. Через его диалоги со служащими Абстергом мы получаем всю необходимую информацию о том, как работает Анимус, чего пытается добиться эта загадочная фармацевтическая компания и чем же так важен древний Ассасин. Кусочки глобальной истории подаются равномерно и через побегушки Альтаира и через отдых внутри высокотехнологичной темницы Дезмонда. То есть не получится забить на линию будущего. Если хочешь до конца понять историю, то будь добр одинаково внимательно следить за обоими временными отрезками. Более того, сюжет и условия будущего написаны таким образом, чтобы объяснять внутриигровые условности, на которые другие разработчики забивали болт. Например, Альтаир не может убивать невинных гражданских. Если прирезать больше, чем трех человек, то моментально наступает гейм-овер. Почему? Потому что, согласно данным воспоминаний из ДНК, Ассасин не поднимал руку на простых жителей. Суперкрутой скрытный убийца не умеет плавать? Ну так это просто баг в системе анимуса. Технология еще не обкатана и работает не совсем корректно. Развязала разработчикам руки. То есть даже смерть Альтаира в яростной схватке или отпадение с высоты легко объясняется тем, что Дезмонд не справился с управлением. В реальной ты жизни великий ассасин, конечно же, таких вопиющих ошибок не совершал. Правила, по которым работала вселенная Assassin's Creed оказались хорошо прописанными, но гибкими. Разработчикам не приходилось задумываться о том, как объяснить глупую геймплейную условность таким образом, чтобы та не казалась глупой. Любое объяснение внутри мира игры срабатывало отличным оправданием, причем настолько железнобетонным, что у игроков при всем желании не получалось поспорить. Ну и давайте не будем забывать тот факт, что игры, чей сюжет происходит во время крестовых походов, можно пересчитать по пальцам. Это крайне недружелюбный сеттинг, требующий огромного количества времени на проработку и сверку с историческими источниками. Сделать его интересным вовсе получается у единиц. Крестовые походы это времена беспрецедентной жестокости и насилия. Построить на этом фундаменте игру большое достижение, особенно когда вы хотите придерживаться исторической достоверности до самого конца, что ребята из Юбисофт во главе с Патрисом Дезеле считали одной из своих главных целей. Да, в современности у нас тут анимус, копание в ДНК и прочие научно-фантастические извращения, но что касается линии Альтаира, то она целиком и полностью подвластна исторической достоверности. Все вы знаете байку, что разрабам пришлось отказаться от показанного в анонсирующем трейлере арбалет, потому что тот не соответствовал времени, в котором происходили события Assassin's Creed. Команда сценаристов проводила долгие часы, исследуя древние манускрипты, сопоставляя факты, расследуя мотивы давно умерших людей, все для того, чтобы воссоздать эпоху почти тысячелетней давности такой, какой ее видели люди того времени. Согласен, возможно, все это звучит слишком громко, но не зря же многие пользователи интернета до сих пор говорят, что именно первая Assassin's Creed разбудила в них желание изучать историю. Стоит отдать ребятам должное, из-за их стремления выдать реалистичный сеттинг, игра и получилась такой уникальной в плане истории. Тут сочетаются, казалось бы, несовместимые вещи. Исторический реализм и научная фантастика. Причем обе временные линии ни капли друг другу не мешают. За такую сложную комбинацию, если раньше кто и решался взяться, то ничего хорошего не получалось. Тут же вышло не просто хорошо, а отлично. Assassin's Creed воистину эпохальная серия. В 2007 году у нее был революционный взгляд на то, какими должны быть большие игры с открытым миром. Кстати, об этом мы гораздо подробнее говорили в ролике из рубрики «Заебало». Обязательно гляньте, если еще нет. Система паркура, отличный геймплей с богатым разнообразием возможностей и вышки. Конечно же вышки, которые еще не успели всем надоесть. Можно провести целый многочасовой анализ о том, как постепенно эта геймплейная формула начала приедаться и довела все видеоигровое сообщество до белого коления. Однако, прежде чем перейти к негативу, придется не один десяток минут посвятить тому, как почти каждый проект с открытым миром считал своей обязанностью скопировать вышки из Assassin's Creed. И это прямое доказательство тому, как сильно проект Патриса Дезеля опередил свое время. У команды разработчиков получилось совершить невозможное. Разнообразить геймплей таким образом, чтобы он пришелся по нраву почти каждому игроку. Совместить в единой сюжетной линии два совершенно разных времени и не превратить это в несусветную кашу. Первый Assassin's Creed это неоспоримый пример того, что инновации возможны в устоявшихся жанровых рамках. Главное, не бояться идти на смелые эксперименты, даже если со временем все эти новомодные элементы покроются плесенью и станут считаться дурным тоном. Большое вам спасибо за просмотр. Если ролик понравился, не забывайте поставить лайк этому видео, тыкнуть на колокольчик и подписаться на наш YouTube-канал, Boosty и другие соцсети. ВК, Discord, TikTok, Twitch и, конечно же, Telegram. А также заглядывайте в наш магазин IGMGG, там скидки длятся круглый год. Скоро услышимся, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok